Всем привет! В этом видео хочу представить вам десятку лучших менеджеров паролей для ПК и смартфона. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Чтобы запомнить все созданные пароли для различных сервисов соцсетей и игровых аккаунтов, нужно обладать сверхпамятью. Если же вам сложно запомнить хоть несколько из них, лучше воспользоваться специальной утилитой менеджером паролей, который сделает это за вас. В начале программа предложит создать сложнейший пароль для каждого из сайтов, которым вы пользуетесь, а потом сохранить их в своей памяти на локальном или облачном хранилище. Я отобрал десятку самых популярных менеджеров паролей, которые помогут защитить ваши аккаунты от взлома и облегчат вам жизнь. Больше не потребуется запоминать множество паролей, утилита сделает это за вас, вам достаточно будет запомнить всего один пароль для доступа к данным менеджерам. Итак, начнем. Но прежде, перед началом стоит обратить внимание на способы хранения данных в менеджерах паролей. Как я говорил ранее, информация пароля может храниться либо на облаке сервиса, либо локально на компьютере пользователя. У каждого из этих способов есть как плюсы, так и минусы. Вам же нужно решить, что для вас важнее – удобство или максимальная защита данных. Облачное хранение и синхронизация удобны тем, что сервисы паролей доступны на всех устройствах, где они нужны. Но если облака взломают, пароли возможно попадут злоумышленникам. Локальные же места хранения более надежные, но и менее удобные. Сохранив пароль на ПК, вы не сможете автоматически заполнить поле пароля с другого устройства, его придется вводить вручную. А если вы используете десятки аккаунтов на разных сайтах, то подобный способ становится совсем неудобным. Ну а теперь давайте наконец перейдем к менеджерам паролей. На десятом месте у нас оказался менеджер OnePassword. OnePassword – популярный менеджер паролей. Этот сервис работает без интернета, но также умеет синхронизировать данные через iCloud и Dropbox, Wi-Fi или сетевые папки на компьютере. OnePassword позволяет делиться доступом или паролями с друзьями или близкими через добавление последних в доверенные контакты. Программа доступна на Android, iOS, Mac и Windows. Еще можно установить в виде расширения для браузеров Google Chrome, Firefox, Opera и Safari. Также есть приложение и для мобильных устройств, с возможностью бесплатного использования 30 дней. На девятом месте приложение – Spy Kitty. Это еще один менеджер паролей, который не выделяется какими-то особенными функциями. Тут также есть автоматическая синхронизация данных, расширение для популярных браузеров и приложение для мобильных устройств. Девятое место с Live Kitty получила из-за простого, стильного и максимально удобного интерфейса. Этот сервис – отличный выбор для тех, кто только начинает знакомство с менеджерами паролей. Программа доступна на Android, iOS и Web. На восьмом месте приложение – OneSafe. Программа OneSafe имеет достаточно широкий функционал. Помимо умений классического менеджера паролей, приложение блокирует доступ к злоумышленникам, файлам или папкам на ПК, а также делает резервные копии базы данных паролей на флешки, диски, переносные HDD и прочие носители. Помимо этого OneSafe оснащен функцией DecoySafe. Благодаря ей сервис создает ложные аккаунты пользователя, чтобы хакеры взламывали их, а не оригинальные. Программа доступна на Android, Mac и Windows. За приложение придется заплатить. На седьмом месте программа Siphon Cloud. Это приложение оснащено генератором паролей и функцией автозаполнения паролей при входе на любой сайт. Программа работает с браузером Safari, Firefox, Opera и Google Chrome, а также синхронизирует данные между своими приложениями на Windows, Mac, iOS и Android. Реализирована возможность использовать личное облако Dropbox, Google Drive, Yandex Disk и OneDrive. Программа доступна бесплатно на Android, iOS, Mac и Windows. На шестом месте приложение RoboForm. Эта программа помимо менеджера паролей еще является и защитником системы от фишинговых атак. Для этого сервис запоминает и распознает правильные или меченые рекламой ссылки, а в нужный момент предупреждает пользователя об угрозе. Программа доступна на Android, iOS, Mac, Windows и Linux. Есть платная подписка, которая включает синхронизацию с компьютером. Также есть и бесплатная версия. На пятом месте приложение Dashlane. При первом запуске программа проверяет уже созданные пароли и если находит слабые комбинации предлагает их сменить, сгенерировать и сохранить новый и надежный пароль. Dashlane оповещает владельца, если злоумышленники взломают один из его аккаунтов и сразу же предложат заблокировать его и сменить данные. Кроме шифрования Dashlane способна хранить чеки и платежки с покупок в интернете, банковские данные, номера карт, счета и прочую личную информацию. Программа доступна бесплатно на Android, iOS, Mac и Windows. На четвертом месте у нас приложение N-Path. Этот менеджер имеет настраиваемый генератор паролей с выбором формы кодирования и длиной символов. Также в наличии есть окно добавления паролей для браузера Google Chrome. Это удобно, когда надо создать много сложных паролей для десятка другого сайтов, социальных сетей и сервисов. База данных N-Path хранится сразу в двух местах в личном пользовательском облаке в зашифрованном виде и локально на компьютере или смартфоне пользователя. Программа доступна бесплатно на Windows, Mac, iOS и Android. Ну вот мы и подошли к завершающей тройке менеджеров паролей. На третьем месте приложение LastPass. Программа автоматически заполняет логин и пароль на любом добавленном сайте, разрешает делиться паролями с членами семьи или друзьями. При этом пользователь сам решает дать ли им сам пароль либо просто открыть временный доступ к нужному сервису на короткое время. В LastPass есть возможность поставить один супер-пароль, а вся информация хранится локально. Программа имеет бесплатную версию и доступна для Android, iOS, Mac и Windows. За дополнительные функции придется доплатить. Второе место досталось приложению KeepPass. Хотя приложение обладает устаревшим внешним видом, но оно имеет открытый исходный код и портативную версию, которая легко загружается с флешки на любой компьютер. У KeepPass нет встроенной синхронизации. База данных паролей может храниться на личном облаке или прямо на носителе. Для максимальной защиты рекомендуется хранить портативную версию приложения и его базу данных на личном облаке. В этом случае воспользоваться возможностями программы получится без проблем на любом компьютере. KeepPass абсолютно бесплатный и доступна для всех платформ. Ну и на первом месте нашего топа оказалось приложение StickyPassword. StickyPassword заслужила свое первое место благодаря большому количеству положительных отзывов пользователей, а также простому привлекательному интерфейсу и богатому функционалу. Это приложение создано разработчиками Antivirus AVG. Помимо стандартного набора функций, сервис умеет работать с базами данных других менеджеров паролей и проводит Wi-Fi синхронизацию. Варианты синхронизации данных по локальному Wi-Fi через облака или полное отсутствие синхронизации делают программу еще привлекательнее для пользователей. Программа работает на всех устройствах и в 16 веб-браузерах. Существует как платная, так и бесплатная версия. Бесплатная версия программы StickyPassword имеет ограничение функционально. Если вы еще до сих пор испытываете недоверие к менеджерам паролей, потому что все ваши ключи будут находиться в одном месте, то напрасно, так как большинство подобных программ имеют хорошую защиту и большое количество пользователей считают, что преимущества безопасности, которые дают сложные пароли, превышают тот недостаток. Это конечно же не полный список существующих менеджеров паролей, если вы хотите его дополнить или с чем-то не согласны, будем рады видеть ваши комментарии под этим видео. А на этом все, надеюсь вам было полезным данное видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.